И всем привет ребят, с вами Страманька, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, и сегодня мы вместе с вами будем разбираться в нашей замечательной аркаде, я уже зашел на всех своих мультов, приобрел там по спецушке, чтобы у нас была возможность увидеть сразу 4 разные фракции, скажу вам честно, на это потребовалось не так много времени, отлично работает рандомайзер с выбором фракции, и практически сразу меня закинули. На все разные фракции, на мультах, чтобы у нас была видна определенная картина, и сегодня пройдемся по каждой из фракций, выскажу свою точку зрения, скажу кто на сегодняшний момент времени находится в лучших условиях, ну и кто-то даже сегодня забирает сундучочек, и уже завтра будет в своей копилке иметь один сундук. Если вам нравятся видосы, связанные как раз таки с этой тематикой, с мини-игрой, с аркадой, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Начнем мы конечно же с той фракции, на которой у меня основной аккаунт, это пурпурчики, и пурпурчики находятся в одной клетке от как раз таки сундука. Пока что конечно у нас не набран металлоискатель, и непонятно где находится тот самый заветный сундук, но я думаю, что в течение этого дня будет уже видна ситуация, будет видно где сундучок находится, и туда большинство игроков сделает свой грамотный ход. Ну и заберет заветный сундук, но заберет его не сразу, потому что у нас есть ситуация, которая видна у лазуритов, и они на сегодняшний момент времени нашли этот сундук, и все звезды, и все ходы считаются только в эту точку, где находится сундук. То есть им нужно потратить целые сутки на то, чтобы откопать этот сундук, и чтобы он им принадлежал. Но не забывайте тот факт, что например пурпурчики, которые находятся относительно недалеко, забирают например свой сундук через ход, и отправляются на то, чтобы забрать сундук у лазуритов. То есть есть такой шанс, что можно будет отжать чужой сундук и себе его присвоить. Также самые лазуриты могут прийти к пурпурчикам и попробовать забрать их сундук, потому что в одном шаге у них есть как раз таки это сокровище. Что касаемо других фракций, у цитруса, у цитруса сундук находится на соседней клетке, ровно так же как и у пурпурчиков, но и где-то здесь в районе вот этих вот всех замечательных циферочек находится тот самый заветный сундучок. Ну а что касаемо плазмы, то у плазмы пока что на сегодняшний момент времени самая плохая ситуация, у них сундук находится через одну клетку, то есть не на соседней клетке, а через одну. Где именно? Все это дело конечно же покажет металлоискатель, как только он наберется, ни у одной фракции пока что на момент хода 2 часа уже у нас прошло, да, то есть на момент хода 7 числа еще пока что нету, но одной фракции в принципе этот металлоискатель и не нужен, потому что они и так знают, что они стоят на сундуке и то, что они его уже красиво лутают. Поэтому все те ребята, которые находятся за лазуритов, могу вас поздравить, у вас уже практически один сундук имеется, ну через 22 часа он уже будет, как говорится, в кармане. Ну а что касаемо других фракций, то нужно сделать сегодня правильные ходы, что пурпурчиком, что цитрусом, чтобы приблизиться и грубо говоря забрать, наступить на сундук и завтра уже его начать выкапывать. Ну а вот плазме в этом плане немножечко не повезло, им нужно еще его найти, да, то есть он еще где-то в районе через одну клетку находится и нужно правильно стрельнуть, чтобы попасть вблизь лежащий сундучок. Да, и это я так понимаю, что как раз таки плазма будет идти за сундуком цитрусов, потому что в одной клетке, в моем понимании, как раз таки находится именно их сундук. И он по ощущениям, по ощущениям, а нет, здесь он находится, но я не знаю, по ощущениям он вот здесь вот находится, и тогда получается, что через одну как раз таки клетку плазма может до него дотянуться. Будет интересно увидеть первые зарубы уже через пару ходов, то есть уже на выходных будут зарубы за сундуки и возможно начнется как раз таки та самая заветная рубка, что одна фракция будет пытаться забрать сундук у другой фракции. Интересно, как это будет все дело работать. Обороняющиеся звезды будут в полном комплекте считаться на защиту точки, либо же можно будет и защитить, и захватить еще дополнительно какую-то точку. Это тоже очень интересно будет узнать. Ну и, понятное дело, всех интересует вопрос, какая же фракция сумеет по итогу залутать самое большое количество этих замечательных сундуков. Ну и также у нас изменились немножечко правила. В правилах теперь уже написано, что считаются звезды, которые набиваются с заданок и с как раз таки покупных звезд. То есть этот момент у нас убрали, мы не скидывали скриншот. И что касаемо того, насколько долго продлится этот ивент, есть ли у нас какие-то изменения. Я вот хочу найти, посмотреть, поменяли ли у нас здесь дату окончания этого события. Поиск начнется 21-го числа, и билет будет продаваться до 26-го. По ощущениям, значит, до 26-го декабря у нас будет этот замечательный ивентик в нашей игре. В принципе, ситуация понятна, там до этого должен был ивент идти где-то до середины, вроде как, декабря. Но его продлили всю систему, что у нас игра 2 недели не работала. Поэтому отправляемся. Я советую вам также сделать, как сделал я, приобрести на всех своих аккаунтах, на всех своих мультах тоже по фракции. Да, все-таки за 100 танкоинов можно получить дополнительные награды и даже есть шанс, то есть кэшбэкнуться. И если попасть на нужный сундук, то можно просто получить 1000 танкоинов. То есть вы покупаете фракцию за 100 танкоинов, а можете сверху получить 1000 на очку. Ну, либо, например, 100 голдов в карманчик, либо какое-то интересное, замечательное устройство. Я считаю, что это тоже очень и очень неплохо. Поэтому я надеюсь как раз-таки на то, что где-то на моих мультах еще и получится кэшбэкнуть всю эту замечательную прибыль. Поэтому участвуйте в этом ивенте, пишите, что вы думаете по поводу него, на какой вы стороне, есть ли у нас лазуриты, есть ли у нас пурпурчики-цитрусы, ну, либо же вы играете за плазму. Поэтому напишите, будет интересно почитать, в какой ситуации вы на сегодняшний момент времени находитесь, да. Ну и можете также написать, как вы думаете, какая фракция сумеет залутать большее количество сундуков. Будет интересно узнать тоже вашу точку зрения. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настроечках нашей игры, в аккаунте, кемо личный текст от Атактим П. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.